Встреча депутатов городского совета 27-го созыва и представителей детского и молодежного парламента Бреста прошла накануне в городе над Бугом. К слову, в таком формате молодые делегаты и чиновники встречались впервые. Открытый диалог длился на протяжении нескольких часов. Так как эта встреча первая, представители двух ветвей власти знакомились с работой друг друга, а также изучали возможные пути для дальнейшего сотрудничества. Детям и всем присутствующим сегодня, они заинтересованы, так скажем, в политической деятельности нашего города и им будет интересно, что и как происходит. И я думаю, что интересно будет принять участие в этом. А тем для сотрудничества действительно много. Впереди 2015 год, который для Бреста станет знаковым во многих сферах. Кроме того, что Брест на 365 дней станет культурной столицей страны, 2015 обозначен главой государства как год молодежи. Теперь самое время определить направление для дальнейшей активной плодотворной партнерской деятельности. Я вижу вот в таком совместном сотрудничестве большую перспективу. В первую очередь в плане воспитания, как говорится, будущих взрослых парламентариев. Это во-первых. Ну а во-вторых, все-таки, как-никак, нам надо помощь. Область чисто может быть пропагандистская, чтобы доводить те решения, ту работу, которую делают депутаты. И через нашу подрастающую молодежь, через наших школьников, через работающую молодежь до населения города Бреста. Молодежь Бреста – активная, трудолюбивая и инициативная. Многочисленные акции, флешмобы, праздники, концерты. Яркое подтверждение того, что 2015-й в городе над Бугом пройдет незабываемо и красочно. О том, какие сюрпризы ожидают брещан, говорить пока рано. Однако ясно одно – совместной работы у городского совета депутатов и детского и молодежного парламента будет немало. Продолжение следует...